МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Гомеле состоялся семинар учеба с руководителями территориальных избирательных комиссий региона. Участие в нем приняла председатель Центральной избирательной комиссии Беларуси Лидия Ермошина. Перед началом мероприятия она ответила на вопросы журналистов. На Гомельщине отметила руководитель Центра избиркома. Подготовка к выборам идет планомерно, без серьезных нареканий и нарушений законодательства. Всю необходимую информацию можно найти на тематических страницах сайтов, исполнительных и распорядительных органов. Таким образом реализуется главный принцип – обеспечение прозрачности и гласности. Со следующей недели в Центральной комиссии планируют принять очень важное постановление, которое будет касаться периода предвыборной агитации и пропаганды. Ну, у меня нет претензий, по крайней мере, все проходит осторожно. Нету явной агитации за кого-либо из кандидатов потенциальных, то есть нет перегибов. На данный момент избирательные комиссии проверяют и корректируют списки избирателей на территориях округов. Списки избирателей корректируют избирательные комиссии, которые образуются на территории каждого участка для голосования. А вообще подают списки избирателей местные исполнительные и представительные органы. При этом используются, как правило, списки избирателей, которые применялись при прежней избирательной кампании, сверяясь с военкоматами, с ЗАГСами, обходя по квартир на дома и так далее. Мы рассчитываем, что эта работа будет выполнена максимально качественно. Итоги социально-экономического развития региона за первое полугодие стали главной темой выездного заседания Гомельского облсполкома, которое состоялось в Лоеве. Обо всех подробностях в нашем следующем сюжете. В заседании участвовали председатели исполкомов и администрации районов, руководители структурных подразделений различных ведомств, директора крупных предприятий. Речь шла о проблемах, которые не позволили выполнить прогнозные показатели в полном объеме. Хотя по ряду параметров Гомельщина входит в тройку лидеров страны. Картину портят негативные моменты. Один из них – загруженность складов готовой продукции. Пути решения, по мнению председателя облсполкома Владимира Дворника, очевидны. Сегодня есть механизмы, которые поддерживаются правительством и главой государства. То есть у тебя остатки, ну ты видишь, что дальше перспективы нет. И остатки лежат. И они дорогие. И они не пойдут. Но принимают совместные решения и продали по дешевой цене, получили оборотные, но закрутили производство, зажав все свои затратные механизмы. В качестве положительного примера по сокращению расходов отмечено предприятие «Гомельстекло». За короткое время здесь сумели снизить себестоимость готовой продукции на 33%. Завод нашел поставки более дешевого сырья. Задача стоит одна – увеличить объемы производства вместе с сокращением затрат. Для того, чтобы продукт гомельских производителей был конкурентоспособен по цене. Второй вопрос заседания – выполнение бюджета. Формирование его доходной части шло довольно напряженно по причине трудностей, которые переживает экономический сектор. Тем не менее, выплату зарплаты отпускных работникам бюджетной сферы удалось обеспечить, практически не привлекая ресурсы республиканского бюджета. А уровень кредиторской задолженности посредством бюджета – наименьший среди регионов страны. Первое полугодие показало, что второе будет непростым. Поэтому всем необходимо, естественно, работа над доходами. Маленьких денег не бывает. Для нас важны все доходные источники. В рамках законодательства собрать вовремя и в полном объеме. Ну и, естественно, по расходам. Очень внимательно надо относиться к бюджетным средствам, грамотно проводить процедуры закупок, не допуская неэффективного их использования средств бюджета. Уборочная на Гомельщине в самом разгаре. На сегодня убрано более 60% пассивных площадей зерновых культур. Самая высокая урожайность достигнута в Добружском районе. Хлеборобы намолачивают здесь 35 сантиметров с гектара. На 10 больше, чем средний показатель по области. Наша съемочная бригада на минувшей неделе побывала в одном из хозяйств района. На одном из полей хозяйства Утевское вынужденное затишье. Влажность зерна выше нормы, значит с уборкой придется подождать. Но это не критично. Здесь уже убрано более половины зерновых. Государственный заказ полностью выполнен. А общий намолот составляет более 3000 тонн. Примерно столько же здесь рассчитывают получить до окончания уборочной. В хозяйстве благодарят небесную канцелярию за то, что нынешняя засуха эти места почти не затронула. Хотя, конечно же, дело не только в погоде. У нас дожди проходили и урожай, конечно, выдался на славу. Но я считаю, что не только погода нам помогла в этом. У нас выдерживается вся технология по возделыванию зерновых культур, по внесению минеральных удобрений, по обработке почвы, по защите, по химзащите растений. Главное – работа людей. У нас очень хороший механизаторский состав в хозяйстве. 32 механизатора, новая техника. Механизатор Александр Марфушкин впервые сел за руль комбайна 6 лет назад. В эту уборочню уже стал лидером, намолотив вместе с помощником более 700 тонн зерна. Это лучший результат в хозяйстве. О секрете своего успеха Александр говорит скромно и просто. Ну как, мы старались, молотили зерно, подготовили технику свою. Сами готовили, сами сеяли, сами убираем. После обеда, который горячим привозят в поле, механизаторы решают снова проверить зерно. Сперва на вкус, затем специальным прибором, измерителем влаги. В этот раз показатели в норме, а значит время заводить комбайны. Запуск нового производства состоится в ближайшее время на Белорусском металлургическом заводе. Сейчас на предприятии завершается подготовка к вводу в эксплуатацию сорто-прокатного цеха номер 2, уникального для отечественной промышленности объекта. Строительство сорто-прокатного цеха началось в 2012 году на площади, которой хватило бы для возведения нескольких жилых микрорайонов. Само здание цеха имеет высоту 28 метров, примерно 10-этажный дом. Строители признаются, что раньше им такого делать не приходилось. Масштабных таких объектов в нашей области не строилось. Значит, он специфический объект, он не типовой. Сравнивать с чем-то не предоставляется возможным. То есть, он такой единственный. В данном этапе объект находится на стадии ввода в эксплуатацию. Значит, работы закончены, фактически строительные. Значит, ведется горячее испытание оборудования. В ходе строительства, которое велось круглосуточно, специалистам пришлось решать множество инженерных задач, использовать технологические инновации. Некоторые – впервые. Одним из самых сложных объектов стала яма Окалины глубиной 20 метров. Через нее проходит вода для охлаждения металла во время проката. Замкнутый цикл позволяет максимально использовать энергию и избегать вредных выбросов в природоохранную зону. Еще одна особенность – проектирование, которое шло одновременно со строительными работами. Параллельное проектирование при таких стройках, оно необходимо, потому что могло бы затянуться это не на три года, а на шесть лет. И оборудование, которое мы запустили бы через три года, если бы не было проектирования этого, значит, оно бы было уже морально устаревшим. И продукция, соответственно, была с большой себестоимостью и не конкурентно способна на рынке. Детали технологического процесса металлурги пока не раскрывают. При том, что выпуск продукции фактически уже идет в тестовом режиме. Главный экономический плюс – высокая добавочная стоимость готовой продукции. Для ее выпуска берется недорогое сырье, из которого получается арматура разного диаметра. Она широко востребована в строительстве и залеживаться на складах не должна. В Гомеле с визитом побывал заместитель министра информации Республики Беларусь Владимир Матусевич. Он принял участие в заседании исполкома администрации Советского района и посетил редакции газет «Советский район» и «Гомельские ведомости». Посещение периодических изданий областного центра заместителя министра информации Республики Беларусь Владимира Матусевича началось с газеты «Советский район». Сегодня она пользуется большой популярностью, так как постоянно развивается и совершенствуется. Сбор информации, общение с населением, поиск интересных тем – все это необходимо для того, чтобы раз в неделю выдавать свежий и оригинальный номер. Журналистам газеты приходится работать над самыми разными материалами, приоритетом, близким, читателю темам. К примеру, рубрика «Помогите разобраться» освещает обращения граждан. Каждую неделю редакция оформляет полученные обращения и направляет их на рассмотрение в местные органы власти. Еженедельно такой перечень вопросов передается, данные на главный свод всех обращений в течение недели, которые были. И все это находят в рубрике «Вопросы-подветы». За год мы публикуем в этой рубрике более 540 вопросов. Не обошел вниманием Владимир Матусевич и одно из самых молодых, но очень востребованных и перспективных изданий областного центра. газету «Гомельские ведомости». Ее креативный и творческий коллектив также хорошо знает, чем удивить и привлечь современного читателя. «Гомельские ведомости» – это не просто печатные издания, скорее интерактивная площадка для реализации смелых новаторских идей. Сотрудники редакции проводят выставки, конкурсы и различные другие мероприятия, направленные на прямой контакт со своей читательской аудиторией. Одна из последних – оружие победы, которое мы представляли на улице Ланге в День независимости. Сначала этот проект был реализован на страницах газеты, а затем эти же фотоснимки смогли увидеть тысячи горожан. Вместе с редакцией «Советский район» и «Вечерний Гомель» проводили акцию «Гомель – это ты», когда на баннере 20 метров были размещены порядка 3000 фотографий гомельчан, случайно попавших когда-то в кадр, и каждый мог найти себя и получить за этот приз. Во время посещения периодических изданий областного центра Владимир Матусевич отметил, районные и городские газеты всегда держат руку на пульсе самых актуальных событий, происходящих на территории, которую они охватывают. Журналисты, в свою очередь, глубоко и всесторонне, небезразличны и с особым интересом стараются освещать материалы о людях, проживающих рядом с ними. Социальные опросы показывают, что местным средствам массовой информации население сегодня доверяет и в них нуждается. Об этом свидетельствуют и довольно высокие тиражи городских и районных изданий. К примеру, газета «Гомельские ведомости» выходит тиражом более 20 тысяч экземпляров. Советский район – почти 9 тысяч. Это значит, что есть читатели, это значит, что есть аудитория, это значит, что есть качественные, интересные материалы, есть неравнодушные журналисты, которые своей работой привлекают читателя, которые работают интересно, творчески, современно. И, безусловно, сегодня у прессы есть будущее. Другое дело, что, наверное, печатная пресса, в том числе региональная пресса, она должна сосредоточиться не только на новостных материалах, но и на аналитических, глубоких, интересных, авторских, журналистских, качественных материалах, которые, может быть, не только один раз можно перечитать, но и вернуться к ним. На этом наша программа завершена. Смотрите «Стафету новостей» по понедельникам в 7 утра на телеканале «Беларусь-2». В студии работал Дмитрий Котов. Всем хорошего настроения и удачной недели. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин